Привет, на связи канал Девайс. В этом выпуске я расскажу о лучших игровых рулях для ПК и приставок в 2024 году. Первое место в моём рейтинге заняла модель G920 Driving Force от Logitech. Оптимальный по соотношению цены и качества руль с блоком педалей, с тормозом, газом и сцеплением обойдётся порядка 29 тысяч рублей. К достоинствам этой модели отнесу простоту настройки, высокое качество материалов и сборки. Основу конструкции представляет анодированный алюминий и различные виды стали, в том числе легированных. Рулевое колесо покрыто приятной на ощупь кожей. Девайс подойдёт как для начинающих водителей, так и для опытных гонщиков. Как для взрослых, так и для детей лет 10. Угол поворота руля 900 градусов, что имеет важное значение для многих игр. Отклик быстрый, работает сравнительно тихо, дорога чувствуется. Если будешь юзать девайс не только с ПК, но и с приставкой, уточняю продавца под что именно он заточен. У этой модели две модификации, одна из них оптимизирована под Xbox, другая под PlayStation. Минусом G920 можно назвать туговатый тормоз, впрочем этот недостаток легко устраняется. Достаточно разобрать педаль и вытащить из неё уплотнительную резину. Тормозить станет гораздо проще. В целом же Driving Force отличный руль своих денег стоит. Загляни в описание под видео, там я разместил ссылки на все игровые рули для ПК, PS и Xbox из этой подборки. По ссылкам ты попадёшь на самые интересные предложения в проверенных магазинах. Там ты сможешь уточнить цены, почитать развернутые описания, познакомиться с характеристиками и отзывами пользователей. На второе место я поставил TSXW от Thrustmaster. В магазинах этот руль можно найти по цене около 71 тысяч рублей. Да, недёшево, но девайс того стоит. Эта модель рассчитана на опытных гонщиков, предпочитающих симуляторы в стиле Gran Turismo. Оптимизированная под Xbox система представляет собой точную копию рулевого колеса Sparko P310, выполненную в масштабе один к одному. Не удивляйся реалистичности дизайна, дело в том, что над ним работали специалисты, самой компании Sparko, чья продукция пользуется популярностью у стритрейсеров всего мира. Угол поворота руля выставляется от 270 до рекордных 1080 градусов. Отклик быстрая, игра плавная и без мёртвых зон. Виброотдача и обратная связь на уровне. Модель Sparko P310 получила сертификат Xbox One. Девайс автоматически определяется консолью и имеет соответствующие элементы управления. Xbox Guide, View, Menu. Ещё одним преимуществом Sparko можно назвать полную совместимость со всеми гоночными продуктами Thrustmaster. Руль, весящий всего 1,2 кг, легко снимается с сервобазы без использования специальных инструментов. Блок педалей положительных эмоций не вызывает, может потому, что он разрабатывался без помощи инженеров Sparko. Оставляет желать лучшего левый верхний джойстик. В целом же модель вполне достойная. А что ты думаешь о рулях Logitech и Thrustmaster? Поделись своими мыслями в комментах. Подписывайся на канал и не забудь поставить лайк, если тебе нравится контент, который я делаю. Третье место заняла довольно качественная бюджетная модель Forsage GTR от Defender. Руль с двумя педалями обойдется примерно в 6 тысяч рублей. Своей цене продукт явно соответствует. Особенно если учесть, что процентов 99 ультрабюджетного сегмента представлено китайским ширпотребом сомнительного, мягко говоря, качества. Модель Forsage позиционируется производителем как хорошая стартовая площадка для начинающих игроков. В качестве таковой ее и стоит рассматривать. Система состоит из рулевого колеса и блока педалей с газом и тормозом. 12 кнопок управления, два переключателя под рулем и переключатель видов D-Pad на 8 позиций. Регулируется чувствительность руля, но угол поворота катастрофически мал, всего 180 градусов. Да, несмотря на название, для дрифт-симуляторов Forsage явно не подойдет. Еще один недостаток – слабоватые присоски. Но этот минус перекрывается возможностью более надежно прикрепить девайс к столу с трубцинами. Делаю вывод, неплохой руль своих денег стоит, но подходит не для всех игр и только для начинающих геймеров. Четвертое место топа досталось еще одному продукту Logitech. G923 True Force стоит чуть дороже, чем руль с первого места. В магазинах его можно найти по цене в районе 34 тысяч рублей. У этого девайса также две модификации. Одна заточена под Xbox, другая под PlayStation. Обе прекрасно работают с ПК под управлением Windows 10.11. Качество материалов и сборки на высоте, четкая обратная связь. Никаких мертвых зон и люфтов. Угол поворота 900 градусов. G923 подходит для симрейсинга и любых других игр, где требуется рулевое управление. Как и у модели с первого места, у True Force туговатый тормоз. Лично я это серьезным недостатком не считаю, да и исправляется ситуация легко. Если нужен более мягкий ход, достаточно разобрать педальную платформу и вытащить резиновую вставку. Пятое место досталось еще одной реплике от Thrustmaster. Но если на вторую позицию попала точная копия руля Sparko P310, здесь речь идет о клоне руля Ferrari 488 GTB, изготовленном в масштабе 8 к 10. Модель T80 рассчитана на начинающих игроков и геймеров среднего уровня. Цена девайса с двумя педалями около 20 тысяч рублей. Руль оптимизирован под ПК под управлением Windows от 7 и консоли PlayStation 4.5. В достоинство T80 запишу продуманную эргономику, прорезиненные педали с регулируемым наклоном, реалистичность управления. Минусы у реплики руля Ferrari тоже имеются. Так, производитель заявляет о виброотдаче и обратной связи, но ни того ни другого по факту нет. Да, учти, что для работы с персональным компьютером придется скачивать специальный драйвер. Не то, чтобы это можно было назвать серьезным недостатком, но немного заморочиться придется. На шестом месте рейтинга я поместил бюджетную модель V1200 от московской компании ArtPlace. Руль с блоком педалей газа и тормоза обойдется всего порядка 9300 рублей. По надписям на упаковке легко понять, что продукт это не российский. На коробке указан производитель Lightstar Interactive. В Южной Корее этот руль называется моделью V901. Похоже, что V1200 это ребрендинг для российского рынка. Что я могу сказать об этом девайсе? Во-первых, это самый доступный руль с углом поворота 900 градусов, но можно выставить и 270. Делается это специальным переключателем. Устройство работает как с ПК, так и с игровыми консолями PlayStation и Xbox. Рулевое колесо покрыто тактильно приятной эко-кожей. Исполнение, в общем, на уровне своей ценовой категории, но есть и недостатки. Педали поскрипывают, крепление не очень удобное. Force Feedback заявлен производителем, но по факту его нет. Для подключения к консолям Xbox One и PlayStation 4 нужен оригинальный геймпад. В целом же модель V1200 достойна внимания, несмотря на имеющиеся недостатки. Еще раз повторюсь, в данном ценовом сегменте других более-менее приличных рулей с углом поворота до 900 градусов попросту нет. И завершает мой рейтинг ультрабюджетная модель Challenge Mini LE от Defender. Обойдется она порядка 4000 рублей. Изделие представляет собой уменьшенную копию и без того компактного руля Challenge Turbo. Диаметр рулевого колеса всего 225 мм. Для взрослого маловато, но девайс рассчитан в первую очередь для детей от 10 лет. Выбор игр ограничен небольшим углом поворота руля всего 180 градусов и совместимыми аппаратными платформами. Устройство работает только с ПК, но зато поддерживаются и старенькие версии Windows, начиная с XP. Прорезиненное рулевое колесо приятно на ощупь, не скользит. Эргономика продумана, кнопки расположены удобно, педали нажимаются без усилий. Девайс настраивается под различные игры. Недостатки имеются, но они не критичны. Впрочем, было бы удивительней, если бы детская игрушка за 4000 состояла из одних достоинств. Ставь лайк на этот рейтинг, если он был тебе интересен. Оставляй комменты, подписывайся на девайсы и до встречи в следующем выпуске!